Что Вам известно о сальмонеллезе? Скорее всего то, что сальмонеллез – опасное заболевание, которым можно заразиться, употребляя в пищу сырые яйца. Но это далеко не всё, что следует знать об этой коварной инфекции. В сегодняшнем выпуске мы познакомимся поближе с возбудителем сальмонеллеза и обсудим наиболее эффективные способы защиты от него. Сальмонеллез – это острая кишечная инфекция, передающаяся человеку преимущественно напрямую от животных, собак, кошек, коров, свиней, диких и домашних птиц, рыб. Или через продукты питания животного происхождения – мясо, молоко, яйца, которые характеризуются поражением органов пищеварения с развитием интоксикации и водно-электролитных нарушений. Возбудитель сальмонеллеза – грамотрицательная палочка размером порядка 3 мкм длиной и 0,8 мкм в ширину, относящейся к семейству энтеробактерий. Своё название она получила в честь американского ветеринара сальмона, который выделил сальмонелл из говядины и селезёнки погибшего человека во время вспышки чумы свиней в 1888 году. Отличительной особенностью сальмонелл является довольно высокая устойчивость к воздействию факторов внешней среды. В открытых водоёмах они способны сохраняться порядка 5 месяцев, в испражнениях животных – до 3 лет, в почве – до 1,5 лет, в молоке – около 3 недель, на яичной скорлупе – от 17 до 24 дней, в яйцах водоплавающей птицы – до года. В молочных и мясных пищевых продуктах бактерии не только длительно сохраняются, но и размножаются, что нисколько не изменяет внешний вид и вкус пищи. При длительном свыше месяц сохранении куриных яиц в холодильнике, сальмонеллы могут проникнуть внутрь яиц через неповреждённую скорлупу и размножаться в желтке. Данные бактерии спокойно переживают как низкие, так и высокие температуры. В мясе при 0 градусах по Цельсию они выживают около 140 дней, а в горячей воде при 70 градусах по Цельсию погибают только через 10 минут. Большинство штаммов сальмонелл устойчивы к антибиотикам. Ни соление, ни консервация не убивает эти бактерии. Единственная их слабость – восприимчивость к дезинфицирующим растворам, хлорные извести, хлораминум и т.д. Заражение сальмонеллами, как правило, происходит после контакта с инфицированными животными. Или в результате употребления пищи, зараженной бактериями – прежде всего это мясо животных, птиц, рыба, готовые блюда, не подвергающиеся термической обработке во время приготовления, мясные и овощные салаты, фрукты, кондитерские изделия, молоко и даже вода. В последнее время резко участились случаи сальмонеллоза, вызванные употреблением куриных яиц, что обусловлено увеличением объемов производства куриной продукции и неудовлетворительными условиями содержания птицы. Также не исключено инфицирование сальмонеллами воздушно-капельным путем и через загрязненные бактериями предметы повседневного обихода. Источником заражения могут выступать и люди, являющиеся носителями сальмонелл. Случаи болезни регистрируют в течение всего года, но чаще в летние месяцы, что связано с ухудшением условий хранения продуктов, обусловленных плюсовыми температурами. Сальмонеллозом может заболеть любой человек вне зависимости от возраста и пола, но наиболее подвержены ему маленькие дети и лиц со сниженным иммунитетом. Однако стоит отметить, что далеко не каждый раз при попадании бактерий внутрь организма происходит заражение. Так как сальмонеллы достаточно чувствительны к кислой среде, желудочный сок, содержащий соляную кислоту и пищеварительные ферменты, может убить значительное количество бактерий. Это естественная защита нашего организма от проникающих через полость рта микроорганизмов и бактерий. На этой стадии инфекционный процесс может закончиться. Если же желудочный барьер был пройден, то бактерии попадают в просвет тонкой кишки, где захватываются клетками эпителия и внедряются в слизистую оболочку. Здесь сальмонеллы интенсивно размножаются, что приводит к воспалительным изменениям слизистой оболочки и распространяются дальше по организму через кровеносную и лимфатическую системы. В результате жизнедеятельности и гибели сальмонелл происходит выделение большого количества токсинов, которые приводят к интоксикации организма, нарушают микроциркуляцию крови, транспорт ионов, что сопровождается резким выходом электролитов и воды из клеток в просвет кишечника. При всех формах и вариантах сальмонеллеза инкубационный период заболевания составляет от нескольких часов до трех суток. Гастроинтестинальный вариант – наиболее распространенная форма сальмонеллеза, поэтому на его рассмотрение будет целесообразно остановиться более подробно. Данная форма болезни развивается остро. Зачастую температура тела достигает 38–39 градусов по Цельсию и выше. Резко выражена интоксикация, головная боль, озноб, ломота в теле, слабость, головокружение. Лавинообразно нарастают признаки поражения желудочно-кишечного тракта, боли и в подложечной области, и около пупка, тошнота, многократная рвота, понос. Стул становится водянистым, пенистым, зловонным, иногда зеленоватым оттенком. Отмечается бледность кожных покровов и слизистых, в более тяжелых случаях с меняющейся синюшностью. Язык сухой, обложен налетом. Диарея, как правило, продолжается от двух до четырех дней, в отдельных случаях дольше, что приводит к обезвоживанию, потере минеральных солей, нарушению микроциркуляции, смещению кислотно-щелочного равновесия в организме в кислую сторону. В случае средне-тяжелой формы сальмонеллеза прогноз, как правило, благоприятный, а продолжительность болезни не превышает трех-шести дней. Летальность заболевания составляет от 0,1% до 0,4%, что обусловлено главным образом развитием осложнений. Инфекционно-токсический шок, сопровождающийся острым отеком головного мозга. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Острая почечная недостаточность. Гиповолимический шок. Госпитализацию больных в инфекционный стационар осуществляют при тяжелом или осложненном течении, а также по эпидемиологическим показаниям. Обязательной госпитализации подвергаются работники пищевых предприятий и лица к ним приравненные. В случае легких форм заболевания допустимо лечение в домашних условиях, но для постановки точного диагноза заболевшему все же придется посетить лечебное учреждение для сдачи анализов. В лабораторных условиях заболевание подтверждается при помощи следующих методов. Бактериологическое исследование. Выделение возбудителя сальмонеллеза. Лечение сальмонеллеза зависит от клинической формы заболевания и индивидуальных особенностей организма. При гастроинтестинальной форме это удаление токсических веществ из организма, восполнение потерянной жидкости и стабилизация кровотока. Если состояние больного позволяет, то лечение необходимо начинать с промывания желудка из сифонных клизм. Также в обязательном порядке назначаются энтеросорбенты, например, активированный уголь. Это лекарственные вещества, способные связывать и выводить из организма токсины. Для промывания желудка используется двухпроцентный раствор гидрокарбоната натрия. Промывание осуществляют до чистых промывных вод. Пастельный режим прописывается при выраженных проявлениях токсикозом и обезвоживании. В первый день болезни рекомендуется щадящая диета, слизистые супы, чай, сухари. В последующие дни стол номер четыре, который исключает все продукты и блюда, способствующие диарее и нарушающие нормальное функционирование кишечника. Под запрет попадают ржаной хлеб и горячие хлебобулочные изделия, кофе с молоком, компоты, сладкие газированные напитки и алкоголь, супы на жирных мясных и рыбных бульонах, молочные и сырные супы, ячневая, перловая, кукурузная и пшенная крупы, все бобовые, жирные сорта мяса и птицы, жаренные целым куском. Продукты мясной переработки в виде колбас и полуфабрикатов, рыба жирных сортов, яйца, жаренные на жиру или сале, сваренные вкрутую или употребляемые в сыром виде, различные заправки, специи, соусы, шоколад, мороженое, конфеты, варенье, свежие овощи, фрукты и ягоды. В ходе лечебных мероприятий обязательно восполнение потерь жидкости и электролитов, с этой целью используют такие препараты, как оригидрон или гастролит. При отсутствии таковых можно восполнить потерю жидкости с сахарно-солевым раствором, для чего в одном литре кипяченой воды растворяют две чайные ложки поваренной соли и восемь чайных ложек сахара. Общий объем выпитого сахарно-солевого раствора должен соответствовать количеству воды, потерянной во время рвоты и диареи. Антибиотики при сальмонеллезе легких форм используются редко. Это связано с тем, что сальмонеллы имеют высокую устойчивость к большинству антибактериальных препаратов. Тем не менее, при тяжелом сальмонеллезе существуют показания, при которых лечение может включать антибиотики, но только по назначению и под пристальным контролем лечащего врача. После перенесенного сальмонеллеза остается типоспецифический иммунитет, который сохраняется в течение пяти-семи месяцев. Вакцинация от сальмонеллеза не делается. Связано это с тем, что разновидностей бактерий, которые могут вызвать сальмонеллез, огромное множество, несколько сотен, и универсальные вакцины в данном случае разработать просто невозможно. Кроме того, как было сказано выше, иммунитет к сальмонеллезу у человека обычно нестойкий и проходит максимум в течение года. Как же обезопасить себя от сальмонелл? Для этого не следует забывать несколько простых правил. В первую очередь, конечно же, мойте руки перед каждым приемом пищи. Во время приготовления пищи, на этапе разделки мясных продуктов, а также рыбы, разделочная доска и нож должны тщательно дезинфицироваться моющими средствами и ополаскиваться кипятком. Так как основной источник заражения животные и плохо обработанные продукты животного происхождения, перед кулинарной обработкой мяса, птицы и рыбы следует нарезать их как можно более мелкими ломтиками. Никогда не употребляйте сырые, плохо прожаренные или проваренные мясо, птицу и рыбу. Особое внимание нужно обратить на яйца. Откажитесь от употребления в пищу сырых яиц. Как правило, яйца должны вариться не менее 10 минут. Если все-таки есть необходимость использовать сырое яйцо, помойте его сначала хорошо с мылом. Что касается молока, то молоко следует пить только в кипяченом или пастеризованном виде. Ну и конечно никогда не приобретайте пищевые продукты, особенно это касается молочной, мясной и кондитерской продукции в торговых точках, не вызывающих полного доверия. А на сегодня это всё. Берегите себя и близких. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и конечно не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!